Равшин Джаниев, Линкаранский, родился 27 января 1975 года в пригороде азербайджанского города Линкарань с экзотическим названием Рукавый Жор, или Гелак Махала. Семья Джаниевых принадлежала к народности Талыши. Мать была домохозяйкой, на плечи которой легли и забота Равшани и его братьях и сестрах, а отец Рафик трудился милиционером. Равшин отцом очень гордился и мечтал пойти по его стопам, но жизнь внесла в эти планы свои коррективы. Джаниев старший пользовался среди земляков большим авторитетом, о его принципиальности и бесстрашии знал каждый, в том числе и член одной из азербайджанских преступных группировок, что начали активно множиться в лихие 90-е. Бандиты, на след которых вышел бесстрашный борец с криминалом, перепробовали разные методы, милиционеру предлагали солидную взятку, а получив отказ, долго запугивали. Но Рафик остался непреклонен и продолжил сбор доказательств их преступлений. Перспектива оказаться за решеткой матерых преступников не радовала, и они решились на радикальные меры. Подослали киллера, который в 1992 году устроил Рафику засадой и расстрелял несговорчивого стража порядка. Коллеги убитого поклялись задержать убийцу, что и сделали в 1996 году. Доказать причастность душегубок ликвидации милиционера Джаниева труда не составило, и вскоре киллер оказался на скамье подсудимых. На заседаниях обвиняемый вел себя нагло и вызывающе, он был уверен, что подельники в итоге все равно отмажут его. В своей дерзости убийца дошел до того, что, завидев сидящих в зале членов семьи Джаниева, принялся сыпать угрозами, мол, вот выйду и перережу вас всех до одного. Это были его последние слова, со своего места вскочил 21-го летний Рафшин. Выхватив из кармана пистолет, молодой человек открыл огонь на поражение, в подсудимого угодили 4 пули, и он скончался до прибытия скорой. Мстители тут же скрутили и заключили под стражу. В ковбойском стиле. Спустя некоторое время в этом же зале состоялся суд над Джаниевым-младшим. Учитывая все обстоятельства трагедии, дали по минимуму, всего два года лишения свободы. Так Рафшин в первый раз угодил за решетку. Несмотря то, что был сыном милиционера и убийцей бандита, зайки не стали трогать арестанта, оценив его поступок. Оказавшись на воле в 1998 году, Рафшин оставил всякую надежду стать сотрудником правоохранительных органов, судимостью, да еще и по такой серьезной статье, попасть на службу в органы было нереально. Зато другая сторона баррикад, криминальный мир, приняла новичка безо всяких проблем. Жить по новым правилам Джаниев учился все два года отсытки. Крашевание, рэкет, разборки с конкурентами, все это стало делом жизни Рафшина. В криминальных кругах он получил кличку Ленкаранский, по названию почти родного города. Столкновение с одним из оппонентов, криминальным авторитетом Краматом Мамедовым, чуть было не стоило авторитету жизни. Встреча врагов произошла в июне 2000 года в парке города Абаку. После небольшой словесной перепалки Ленкаранский в точности повторил сценарий четырехлетней давности, достал пистолет и принялся полить в Мамедово. Однако охранники последнего среагировали моментально, набросились на стрелку и избили того до полусмерти. Серьезный черепно-мозговой травмой Ленкаранский угодил на больничную койку. Побои не прошли для него без последствий, медики диагностировали у авторитета психическое расстройство. В связи с этим стрелок избежал тюремного заключения. Ему инкриминировали лишь незаконное хранение оружия и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, откуда Ленкаранский вскоре благополучно сбежал. Оставаться в Азербайджане было рискованно, и авторитет отправился в Москву. Сделал он это весьма своевременно. Спустя всего несколько дней после отъезда Ленкаранского объявили в национальный розыск. Овощной король Прибыв в столицу России, Ленкаранский сразу же сошелся с криминальным земляком, вором в законе Мерсимуром Абдулаевым, Симур Нардаранский, который возглавлял азербайджанское преступное сообщество. В 2001 году благодаря протекции Абдулаева Ленкаранский был коронован им еще одним вором в законе, чеченцем Артыком Добчаевым, Артик. К слову, судьбы обоих крестных отцов оказались печальными, и Артик, и Симур Нардаранский с разницей в месяц в 2003 году погибли от рук киллеров. После гибели Симура, которого расстреляли в одном из столичных ночных клубов, Ленкаранский занял его место и возглавил этническую криминальную группировку. Новый статус подарил ему новые возможности. Ленкаранский создал группу высококлассных киллеров, готовых устранить любого врага своего хозяина. Одним из первых для убийц заданием стало устранение недовольного растущей властью Ленкаранского лидера азербайджанской группировки из Петербурга Ильчин Алиева. Вскоре после гибели Алиева по подозрению в заказе питерского авторитета был арестован Ленкаранский. Однако прямых доказательств его вины так и не нашлось, а потому уголовное преследование авторитета пришлось прекратить. Между тем у вора в законе появлялось все больше недоброжелателей и завистников, ведь Ленкаранский сумел взять под свой контроль практически все овощные базы и точки по торговле зеленью сначала в столице, а немногим позже и по всей России. Известно, что только в одном Екатеринбурге прибыль Ленкаранского достигала нескольких десятков миллионов рублей в год. Такая монополия была не по нраву другим претендентам на овощное царство. Например, азербайджанскому авторитету Ильге Гусейнову, на разборку с которым Ленкаранский отослал своего штатного ликвидатора Назима Гумбатова, Назим Хромой. На встрече, которая состоялась в сентябре 2003 года, Хромой долго дискутировать не стал и, достав пистолет, начал стрелять в Гусейнова и его трех сопровождающих, двоим из которых все же удалось выжить. Восстал против Ленкаранского и его земляк, вор в законе Надир Салифов, Лоту Гуля, который впоследствии стал злейшим врагом овощного короля. Воровская война. Тем временем азербайджанские стражи порядка не теряли надежды поймать Ленкаранского, и в 2008 году ему улыбнулась удача, от украинских коллег поступил сигнал, что вор в законе задержан в Киеве. Его арестовали на 40 суток и начали готовить документы для экстрадиции. Однако юристы авторитета, обратившись в соответствующие органы, сумели выбить для своего подзащитного статус беженца, доказав, что тот якобы подвергался прессингу на родине. Впрочем, спустя год, в декабре 2009, благодаря стараниям сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Ленкаранского удалось все-таки припроводить в Азербайджан, где он сразу же угодил на скамью подсудимых. Несмотря на то, что за незаконное хранение оружия прокуратура требовала для обвиняемого 12 лет лишения свободы, суд назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев заключения. Как выяснилось, Ленкаранский успел его отбыть, пока шло предварительное следствие. Таким образом, после оглашения приговора авторитет был освобожден. Оставаться на родине он не стал и отправился обратно в Москву. Там у Ленкаранского стал стремительно развиваться главный конфликт его жизни – противостояние с преступным патриархом Асланом Усаяном, дед Хасан. Бытует версия, что именно Ленкаранского Хасан назвал заказчиком неудачного покушения на свою жизнь, которое произошло в 2010 году на Тверской улице. Сам же Ленкаранский в день инцидента был задержан оперативниками на железнодорожном вокзале Киева, куда прибыл поездом из Москвы. Но сторонники Усаяна в такое невнятное алиби в итоге не поверили. Пик конфликта между ворами пришелся на 2011-2012 годы, когда Ленкаранский решил взять под свой контроль овощебазу в Бирюлево, в очину людей Хасана, которая приносила ежегодный доход в 9 миллиардов рублей. В ходе нового витка войны весной 2012 года одним из первых был устранен ответственный за службу безопасности Хасана Ильгар Джабраилов, Данабаш. Убийством Джабраилова, которое произошло на улице Пресненский вал, Ленкаранский как бы показал Хасану, что может достать его по лезвию ножа. Понимая, что Хасан обладает огромным влиянием, Ленкаранский поспешил заручиться поддержкой главных оппонентов воровского генерала. Ими стали авторитет Триэла Няна, Таро, и его правой руками раб Джан Гвеладзе, Сухумский. Правда, с последним Ленкаранский чуть было не разругался в пух и прах из-за происшествия в июне 2012 года в ОАЭ. Тогда Ленкаранский находился на отдыхе в Дубае, где встретился с братом Мираба Ливаном, чтобы обсудить насущные проблемы. Но разговор внезапно перерос в ссору, и Ленкаранский попытался было дать Ливану пощечину. Тот, в свою очередь, схватил лежащий на столе нож и пырнул противника в живот. Рана в итоге оказалась несерьезной, а вот отношения Ленкаранского с Сухумским сильно испортились. В конфликте тот встал на сторону брата. Ленкаранскому потребовалось немало времени, чтобы уладить конфликт с Сухумским, ради чего он даже подарил Мирабу шикарный коттедж во Франции. В сентябре того же года Ленкаранский пережил покушение на свою жизнь, однако его подробности остались под завесой тайны. Родственники, к которым за комментариями обратились прознавшие об инциденте журналисты, информацию подтвердили, но от обсуждения подробностей отказались. Тем временем в конце 2012 года на территории спорной овощебазы в Бирюлево начали происходить открытые стычки между людьми Ленкаранского и сторонниками Хасана. Последний, несмотря на покушение на свою жизнь и гибель верного Джабраилова, войны с азербайджанцами категорически не хотел. Слишком свежи были воспоминания о противостоянии братьям Агановым, из которого Хасан хоть и вышел победителем, но заплатил за это очень большую цену. Однако мирным путем договориться с Ленкаранским никак не удавалось. В начале 2013 года дед Хасан был расстрелян на пороге ресторана Старый Фэтон на Большой Никитской улице в Москве за смерть Хасана. В числе самых вероятных заказчиков убийства Хасана Ленкаранский оказался практически сразу. Он возглавлял так называемый расстрельный список тех, кому пообещали отомстить скорбящие Паусаяну авторитеты. Причем сторонники Хасана полагали, что действовал Ленкаранский не один, а в связке с Таро. Ботовала версия, что именно последний дал отмашку на устранение главного конкурента, поручив это Ленкаранскому, а тот в свою очередь послал на дело своих ликвидаторов. На то, что Ленкаранский был под подозрением, косвенно указывает и скорая расправа над его правой рукой, Руфатом Насибовым, Руфа Генджинский, который был застрелен 28 января в одном из кафе столичного района Отрадное. Именно Насибов считался главой группы наемных убийц Ленкаранского. Узнав о гибели Насибова, его босс покинул Россию и отправился в Турцию, полагая, что там он будет в безопасности. Однако в феврале этого же года криминальное сообщество потрясло новость. Ленкаранский был расстрелян в Стамбуле. Но не успели враги порадоваться гибели авторитета, как он воскрес. Оказалось, что информация о расправе над ним была уткой. Брат Ленкаранского Эмиль, к которому СМИ обратились за комментариями, довольно резко высказался на тему причастности родственника к покушению на деда Хасана. Равшин не имеет никакого отношения к гибели Аслана Усаяна, деда Хасана, и это хорошо известно уважаемым людям, сказал он. То, что ему приписывают, это вымысел полиции, которая, видимо, преследует свои определенные цели, специально нагнетает обстановку. Сам Ленкаранский через своих ставленников продолжал контролировать овощной бизнес в России, а также обзавелся оптовыми складами в Германии, в Берлине, Гамбурге и Мюнхене. Кроме того, вор в законе контролировал сеть отелей в Италии. Часть вырученных денег Ленкаранский вложил в недвижимость, стал хозяином шести шикарных особняков в Европе. Впрочем, для отвода глаз все коттеджи были оформлены на родственников авторитета. Пока Равшин обживался в Стамбуле, в Москве сторонники Хасана лишили его воровского статуса. 34 вора в законе поставили свою подпись под малявой, воровским посланием, следующего содержания, орфография и пунктуация сохранены. Воровской прогон воровскому распространяться вечно. Мира, благополучия и процветания ходу воровскому и дому нашему от Господа Бога. Приветствуем вас добропорядочный лютый кто искренне поддерживает ход воровской и жизнь воровскую. Мы воры данным прогоном ставим вас в курс. Арестанты, в отношении Ровшина Ленкаранского и Гии углава Тахья, что они есть, девушки с низкой социальной ответственностью, вводящие в блуд людей в доме нашим и сеющие смуту среди людей. Арестанты, возьмите во внимание тех, кто будет способствовать им им подобной нечисти, как в своих деяниях, так и в своем образе есть та же самая суть человека, что они, девушки с низкой социальной ответственностью, с которыми каждый считающийся порядочным арестантом должен поступить соответствующим образом. На этом ограничимся, пожалов вам всего наилучшего от Господа Бога, тепла и единства, да будет процветать дом наш. Выстрелы в Стамбуле Последнее нападение на Ленкаранского было совершено в ночь на 18 августа 2016 года в самом сердце Стамбула, на бульваре Барбадос. В этот день вор встречался со своими братьями по истамбульскому преступному звену. Криминальные авторитеты, в числе которых были воры в законе Тимуринимсе Цверидзе, Црипа, и Ройнуглава, Матевич, обсуждали свои дела в баре одного из турецких отелей. На повестке дня стоял арест лидера преступного мира России Захария Калашова, шакра молодой, который случился месяцем ранее. По некоторым данным, Ленкаранский планировал воспользоваться этим обстоятельством, чтобы занять лидерские позиции в воровском сообществе. Часы показывали глубоко запал ночь, когда авторитет в компании двух спутников и личного водителя сел во внедорожник Рангера Вер, следом должны были ехать охранники. Однако по неясным причинам машина сопровождения немного запоздала, что в итоге спасло жизни находящимся внутри телохранителям. Они стали лишь свидетелями того, как дорогу внедорожнику перекрыли трое неизвестных в масках, которые сразу же открыли шкувальный огонь из пистолетов-пулеметов. Увидев, как Рангера Вер на глазах превращается в решето, водитель машины сопровождения резко сдал назад, а его пассажиры начали звонить вскору. К моменту прибытия кареты в больницу водитель Джаниева был мертв, а в самом Линкаранском, получившем пять пулевых ранений, одной из них, в глаз, едва теплилась жизнь. Свой последний вздох авторитет сделал на операционном столе, ближе к утру 18 августа сердце криминального генерала остановилось навсегда. То, что убит именно Линкаранский, стало известно не сразу, при осмотре вещей, принадлежащих погибшему. Стражи порядка нашли паспорт на имя некоего Ровшина Лива. Немногим позже выяснилось, что паспорт с такими же данными был обнаружен в 2013 году в квартире Линкаранского, расположенной в Баку. Личность авторитета подтвердили прибывшие на опознание родственники в кругу врагов. Кто стоял за убийством овощного короля России, выяснить так и не удалось. Наряду с главной версией, местью за гибель деда Хасана, бытует и несколько других. По одной из них, Линкаранского мог заказать кто-то из его многочисленных врагов, а само преступление не было вендетой за Хасана. Известно, что вскоре после ареста шакра молодого Линкаранский и освободившийся из тюрьмы Мираб Сухумский всерьез занялись всеми, кто подписался под прогоном о лишении воровского титула Таро. Буквально за месяц до гибели Линкаранского его подручно и серьезно избили одного из подписавшихся, вора в законе Георгия Сорокина, Жора Ташкентский, который на свою беду обосновался в Стамбуле. Любопытно, что так же, как с ташкентским, сторонники Линкаранского собирались поступить с одним из главных славянских воров в законе, Юрием Пичуганом, Пичугой, о чем через сарафанное радио даже уведомили последнего. Однако все планы порушила гибель Линкаранского, а в его окружении прошел слух, что Пичуга не простил мятежному вуру его дерзости. Впрочем, эта версия так и осталась на уровне домыслов. Поквитаться с Линкаранским могли и сторонники криминального авторитета Алибала Гомедова, Лоту Гаджа, который был убит тремя годами ранее. Якобы одним из ликвидаторов, отправивших Алибалу на тот свет, был штатный киллер Линкаранского. В пользу этой версии говорил тот факт, что Алибала был ярым врагом Линкаранского и был причастен к лишению его воровского титула. Хоронить Линкаранского было решено на его родине. Прибытие гроба с телом авторитета помимо родственников ждали тысячи его земляков, которые готовились проводить криминального генерала в последний путь. К слову, несмотря на специфическую деятельность вора, многие жители Линкарани были благодарны покойному за оказанную им когда-то помощь. Авторитет с легкостью разрешал конфликты и не скупился на денежные пожертвования. Свой последний приют он нашел около могилы отца на кладбище Сардыхал в родной Линкарани. Точка-точка-точка. Спустя год после гибели Линкаранского на погосте состоялось торжественное открытие памятника вору в законе. Статую в полный рост заказали в Индии и доставили транзитом через Турцию родственники покойного. Оформление места захоронения этого авторитета считается на сегодняшний день одним из самых шикарных. Могила Ровшина Линкаранского не только не уступает, но даже превосходит монументы главных авторитетов всего бывшего СССР, деда Хасана и Вячеслава Иванькова, япончика.